Ну, такое коротенькое, осенний ветер, листья болят, стучится в чёрное окно, Никто давно уж мне звонит, и не звонит никто давно. Не то, что все меня забыли, или вдруг всем я стал на дне, Но кто в тюрьме, а кто в могиле, а кто и вовсе полк свинел. Вот, ну, как я бы сказал, значит, мы делим сейчас по своей жизни на две страны, Ну, как бы стараемся, хотя я повторяю, немножко под застрением России, Стараемся зиму и лето проводить в России, это лучший сезон там, значит, в России, Ну, всегда зима прекрасна, снег хуже, там, пролету же, жену спортсменка, вот. Ты мне тоже, там, не знаю, про ришки в колодне лета, вот. Ну, лето само собой, значит, а весна и осень, это такая распилтится, Это такая, ну, сопливая погода, пасмурное небо, в общем, как это. А в Израиле как раз вот это вполне невыносимое лето абсолютно, Довольно проективная, в общем, зима, но весна прекрасна совершенно. Да и восемьдесят неплохо. Вот. Ну, короче, когда, значит, переехали в Эрканвиль и купили себе там, квартиру, потому что в Крымире, да, потому что как раз надо было посредством, потому что в более серьезном месте надо просто денег не хватило, а здесь символичная квартира, четырехкомнатный с выходом даже в сад. Вот. за какие-то долги собежали, конечно, деньги по весным меркам, а за московским просто хохочешься. Вот. Значит, ну, вот, собственно, мы не получаем там пособие, ну, как-то просто по этическим соображениям не хотелось, в общем, это пособие брать. Мы срабатываем сами, ну, чего-то, собственно, садится, так, что прямо на государстве на шее страховку купили. На руки платят. А я, в то время, значит, работал в газете «РУ», писал «Еженедельные колонки». И тут как раз мы, в этом время находились в России, мне нужно было что-то написать там, а через пару дней, значит, нужно было уже, я приехал обратно выходить в «РУ», был уделял, берем, нужно было приехать обратно в «ЗРА». И я, вообще, мне пришла новая строчка, которая у меня показалась необычайно выдачной, а островунной. Она такая «Привет, немытая Россия!». Вот вы говорите, «О, прощение, немытая Россия!». Ну, «Привет, немытая Россия!». Я думаю, ну, думаю, как классно придумал. Вон. Давай-ка продолжай дальше, спешок-пешок. И дальше, значит, покатило. «Привет, немытая Россия!» «Я снова твой, я снова тут!» «Короче, мы не просеем, мы все как десять пить дадут!» «Два года за хребтом Сиона кормил я этот рыбутом в шею, пока меня народ законно оттуда не попер за шею. «Не нужен нам поэтертенев!» «У нас своих тут пруд прудим!» «По части этих ротенев мы всей планетой впереди!» «Хоть рыбиновичны по слухам и по паспорту и грей, но ты не наш, ни сыном, ни духом, чужой как крылом, так и ухом, так же валят сели быстрее!» «Не видит в проку друг сербешин, без имени Кнесса, ни Мосса, вступай в свой край, глухой и грешный, покинь наш плодоносный сад!» «Концы с концами дели ели, чтобы свести с большим трудом, продал я виллу в Крымеле и в хайле трехэтажный дом, и в моих ступни свои басы направил к прежним берегам, прими меня, моя Россия, и я заплетни твои косы в углубленном порядке!»